Мы уже рассказывали, что севастопольские спортсмены сказали свое слово в таком виде спорта, как эндуро, гонки на выживаемость. Вадим Бондаренко, севастопольский спортсмен, только что вернулся с чемпионата Украины. Итак, Вадим, как проходили соревнования? Соревнования проходили в Черновецкой области, в городе маленьком Вижнице. Соревнования прошли не так, как запланировали. Первый день был сход, по техническим причинам, но и по своей глупости. А ну-ка, что за технические причины? Заехал в речку, где сильно глубоко было, и мотоцикл набрал воды. Вывод какой делаешь? Надо тренироваться в езде по рекам? Ну, как бы, теоретический опыт есть, как прохождение рек, а практических мало, так как у нас негде практиковать такие тренировки по рекам. Второй день? Второй день сложился более благоприятный, погода была без осадков, грунт трассы был, можно сказать, не более по душе. И результат первое место. Есть правила в проведении, допустим, Кубка Европы, где спортсмен должен сам, без помощи товарищей, перебортировать колеса? Да, в чемпионате Европы дается между первым и вторым днем на подготовку мотоцикла 15 минут. За эти 15 минут ты должен полностью обслужить мотоцикл, также перебортировать заднее колесо, причем без чьей-либо помощи сам, с помощью монтировок, ну и станка специального для бортирования мусор. У тебя получается за 15 минут обслужить мотоцикл? На первом этапе чемпионата Европы в Италии не совсем получилось, было поздание на 2 минуты, из-за чего получил штраф. А ко второму этапу во Франции подотавливались уже более тщательные, были тренировки по бортированию мусор дома тут, и вложился время еще и с запасом. Почему нужно менять заднее колесо? Так как постоянно грунтом более был каменистый и с корнями, и от постоянной пробуксовки стиралось заднее колесо. То есть на один нужно 2 комплекта резины? Да. То есть практически на эту гонку вез 4-5 колес? Ну да, 4-5. Следующий этап Кубка Европы или Чемпионата Европы? Третий этап будет проходить в Чехии в середине августа. Сколько дней? Ну как всегда, пятница, суббота, воскресенье. В пятницу сдаем мотоцикл в закрытый парк. Ну это и регистрация, это техкомиссия, медкомиссия, медицина и заявление на саму гонку. А суббота, суббота, воскресенье сами соревнования проходили. Кто тебя тренирует? Тренер и наставник мой, это Анатолий Анатольевич Зиненко. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за его труды. Если бы не он, то этого всего бы не состоялось. Есть ли у тебя в Крыму достойные соперники, чтобы можно было какие-то покатушки, спарринги проводить? Да, конечно, есть. Ялта очень сильные гонщики в Ялте. В Севастополе хватает сильных спортсменов, так что не скучно. И уже на чемпионате Украины появилось много достойных соперников, которые более дают стремление тренироваться больше, чего-то достигать, чтобы показывать хороший результат. С кем ты ездил сейчас на чемпионате Украины? Ездил с Владимиром Королевым с Ялты. У него тоже были, первый день был сход. У него была травма ноги и не смог закончить первый день. А второй день он по результатам получился третьим. И по сумме двух дней шестой. Как будете готовиться к следующему этапу Кубка Европы? Где будете тренироваться? Тренироваться будут тут в Севастополе у нас, в Балаклаве. Потом перед чемпионатом Европы будет гонка, за неделю гонка там же на Западной Украине, Иваново-Фурковской области. Это как будет хорошая тренировка перед чемпионатом Европы. А что это за гонка будет? Третий этап чемпионата Украины. А сколько этапов будет на Европе? Вообще четыре, но мы так посчитали и запланировали, что, наверное, поредем три. А четвертый где будет? Четвертый будет проходить в Португалии. Далеко и дорого? Ну да, далеко и дорого. И как бы это финальный этап. Но мы в этот год почти по очкам не попадаем. Так что нет смысла туда ехать. То есть там типа звездного заезда, лучше из лучших? Да. Но ты считаешь этот год плодотворным в твоей спортивной карьере? Естественно. Побывал на чемпионате Европы, набрался колоссального опыта. Теперь буду знать, к чему готовиться, к чему стремиться. Как готовиться к следующему сезону? Вот ты трехкратный чемпион Украины. Это, скажем, титул достаточно высокий. А есть ли звание спортивного типа мастер спорта, заслуженный мастер спорта, международник? Нет, пока кандидат мастера спорта. Но в дальнейшем буду стремиться получить и мастера, и заслуженного мастера спорта. Есть чем стремиться. Вот федерация эндуро в Севастополе есть. Мы видели, как она работает. Ей даже доверяют организацию проведения таких соревнований, как этап Кубка Украины. А насколько, по твоему мнению, эффективно работает федерация эндуро в Украине? Затрудняюсь ответить, так как сильно не вникал. Но вообще, мне кажется, так на среднем уровне. То есть, оставляет желать лучше. Больше средств и желания вводит Иоанн Анатольевич Зиненко. Благодарю за участие в программе. Надеюсь, что этап Кубка Украины принесет тебе первое место. И на Европе ты все-таки используешь уже накупленный опыт. И тоже финишируешь хотя бы в десятке сильнейших удач. Пока.